всем привет дорогие полуношники и полуношницы ну немножечко не дошли до как раз указанного времени ну что я еще не придумал название этого этого видео но сейчас будем заниматься как раз таким этим и опять же скорее всего будем гонять на чем же мы будем гонять с вами давайте попробуем погонять на американцах да когда-то их очень любил посмотрим сколько у меня американцев и давайте попробуем выбрать ой 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 а может быть не американцы может быть французы лучше давайте посмотрим что у нас есть из французов вот 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 из французов немножечко получше ну что здесь и скорпион и что у нас да да точно французская ветка сегодня у нас к сожалению без этого нашего товарища давайте первый бой будет на скорпионе так уж и быть постольку поскольку он стоит вот но основные бои у нас будут сегодня на французах на французской техники и так начало пошло и у нас первая карта провинция будет подглюкивать ничего страшного нет понятно и так сейчас мы находимся непосредственно в топе и это не может не радовать ведь у нас скорпион ну что кто куда едет а я а я остаюсь здесь и буду стоять на месте до последнего никто не могу сеться ну что осталось 10 секунд кто скажет елочка когда-нибудь будет вернее 25 продаваться когда-нибудь будет мне просто интересно очень хочу взять эту малышку ну что пробуем надо немножко нам постоять и естественно буду следующий брать елку 90 значит тактика такая поставим здесь и постреляем по балкончику поэтому и вот потому вот 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 друзья мои ну неплохо неплохо то что повредил но плохо то что не попал да ах какой был полковник как говорится настоящий мужчина но подсветить никто не хочет значит пулем просто так промазал конечно а нельзя было раньше подсветить очень это не очень приятно очень не очень не хочу туда поворачиваться хотя может быть и нужно помочь нашему да но блин какой-то жестяк что за вредятина ребят кто может сказать что за хрень собачья но благодаря мне в любом случае мы я в топе я бы уже сто раз бы кого-нибудь отымел бы так и кто-нибудь есть нет кто-нибудь поможет мне здесь что-нибудь заколотить кому-нибудь как-то это все не совсем так как я планировал не совсем не так как я планировал света нашего вернее арты нашей уже нет е-25 непонятно что там делает абсолютно лично мне ну мне это не нравится но давайте попробуем может быть удастся нам все-таки кого-то да надо было чуть-чуть брать сюда но здесь бы я попал в стеночку красавица ну почему так-то ладно давайте посмотрим дальше выходи мой хороший выходи ну давай честно столько возможностей было и ни одного попадания это несправедливость какая-то а у нас есть вообще свет и что он там делает это непонятно у нас свет если честно ладно ждем пока счет 21 и особо беспокоиться нам не стоит балконы балконы но давайте попробуем ту сторону пробить возможно там кого-то мы и как это понимать и как это он еще не светанул нас это конечно не совсем понятно но так ну ладно туда уже назревает ситуация такая не очень приятная е25 непонятно что там делает если честно ну давайте ехать что же делать-то конечно там сразу тот появился один-второй ну в общем какая-то хрена хрена хрень и непонятно зачем там стоит не знаю девяностик этот вот но в любом случае надо как-то реализовывать реализовывать оппозиции в данном случае к сожалению как-то она не пошло сейчас опять ждать пока там бы быть чарова начнется не очень хочется ожидать идти вперед это значит будет ломиться так хотя 150 уже там это весьма неплохо и нам остается всего лишь надо сначала с третьим вот здесь он сейчас будет ну если вы увидели вы видели мое выражение лица сейчас то ну хорошо допустим из третьим носится я вообще не знаю как он так быстро катается свободен там еще один вон он нехороший человек но он там будет сейчас стоять до посинения а меня сейчас могут справа лупануть поэтому нужно да не понял я цель терпеть не могу когда автоматом захватывает так сейчас по идее они будут вы знаете счет 7-7 в такой позиции как-то не совсем справедливо хотя с другой стороны что вы хотели вернее что я хотел а если я половину простоял и нифига не набил там вообще спасибо не надо нам ваших помидоров сейчас арты еще там арта одна не надо отвали говорю из третьей боком становится вообще какой-то чукча образный что он там делает непонятно ох как у меня много снарядов то ух ты там еще какая-то фигнюшка была но очень давайте здесь быстренько пробежимся по идее это гадость где-то стоит здесь я про арту тут то есть проход есть и это хорошо хорошечно но по 100 родной это уже ничего но было бы лучше если бы в начале пошла такая кайфовая игра ну и где там он ну ладно собственно говоря что я хочу сказать можно попробовать еще нельзя но можно было бы постоять так у меня основной калибр 2970 ну слабоватенько слабоватенько я должен сказать в данном могло бы быть больше но по какой-то причине мне показалось что мне не хватит сна фугасы давай сейчас посмотрим что там будет что где-то 60 заработал да вот ну это конечно немного совсем так что то там еще основной значит настрелял 2900 да и собственно говоря все елка там простояла двоих замочила ну собственно говоря нормально скорпион есть скорпион давайте еще давайте еще сделаем пару боев и потом продолжим немножечко уже на французах именно о тех которые просто у меня есть терпеть не могу эту карту она отвратительная карта это если честно мне вообще не нравится эта карта то есть карта реально не какущая абсолютно не интересная я обычно занимаюсь здесь для того чтобы была какая-то динамика занимаю вот вот здесь вот короче с правой стороны лес как вы видите да вот на горочке потому что слева если занимать ну это стояло тем более на скорпионе джи это ахаха ахаха ну не знаю даже ладно можно попробовать сделать одну фишку конем некоторые здесь идут прям напрямик и можно попробовать у противника две арты хорошо давайте попробуем надо только показать им чтобы они где-то здесь подсветили чуть-чуть чуть-чуть и можно попробовать можно черт да хотел просто попробовать ну и так ну что давайте что ж поставим поглядим на народ нет несколько раз вот бывает когда они здесь вот что-то тут ловят идут прям напрямик по моему вот вот так вот да и это мне очень импонирует половину хп снял да и это приятно что это радует можно было еще донести его но уже не успею к сожалению почему он только один это неприятно обычно идет просто больше народу здесь давайте посмотрим что будет дальше так нам кого-то там я даже кого-то там засветил быстрым ходом ну и начинается стоялова ну может быть все таки и лупанем вот говнице а вот блин нехороший человек ну хоть ну да рассчитывать на то что мы навесиками будем забирать его как-то ну молодец хорошо стал что-то о там еще один вообще класс о какой свет у нас крутой смотрите слева у нас стоит свет 1390 вообще бесполезный вообще бестолковый абсолютно че он там светит а 1375 прошу прощения ну и ладно может быть нам понадобится немножечко ай 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 ну что он там делает анонизмом занимается что твою дивизию блин это совсем неинтересно и совсем не радует пойдем и убьем его я не посмотрел сколько у меня снарядов перед тем как я выехал да ладно вон он противный ой я еще и горю как некрасиво с его стороны было это делать отвали ах ты елки зеленые этот семьдесят пятка он достал меня честно как это бездарность какая-то иди убивай этого 70 как он нет это чуча будет вот это вот чуча будет стоять и ждать пока он меня замочит хорошо никогда не будьте такими дебилами как 1375 который стоит где-то непонятно где и непонятно что он там делает вообще будьте другими так ну что как мы понимаем там у нас куча птшек и теперь мы ждем когда же 1375 поедет и засветит хотя бы одну птшку а стерва это ого-го промазал такому товарищу как 1375 смело можно ставить бан за то что он тупо бот и все ну особо бесполезный бестолковый товарищ так ну что это наша основная защита вот основное место позиции а как интересно ну вот что-то там 1375 стоит рядом с тяжем и вот ага а тут же у нас домик как же так прикольно я стою вот почему бы не добить но почему надо быть такими идиотами и классное место почему не взять и не добить там у вас там еще и 70 пятка то нет это не знаю зачем зачем ребятки так поступают стоят а ну да правильно правильно лупанули все верно сорок четверки тоже лупанул бы конкретнее как-нибудь потому что человек неадекватный зачем при счете 10 3 ну что третий раз играем вроде идет неплохо на этой технике премиальный и давайте посмотрим то же самое то да пока загружается давайте же посмотрим 2 479 на данный момент не основной калибр по какой-то поречении в общем вот так ну давайте сделаем еще ход конем и уже может быть наверно будем уже с десятками где-то внизу списка потому что в топе конечно играть просто интересно но она особо не приносит вот лично для меня такого большого кайфа именно потому что хп в игре ну хотя бы так хотя бы так но карта маленькая хотя карта интересная очень довольно интересная карта называется на родники встречный бой а вот и базу ну или как минимум сбить захват и отыграться в ничью посмотрим посмотрим у нас остается один там тайп 4 хэви так 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 мне сразу надо идти взад хотя хотя сейчас же здесь будет идти тяж по идее будут бороться и можно сделать таким образом скопенчику не буду мешать можно сделать вот таким вот образом дело в том что у них два лт и два эти лт они как правило ну они скорее будут скорее всего они уже будут на горе первыми потому что наши два лт однозначно первыми не будут но это по практике так и отсюда хорошо просто ну вот сами видите да посмотрим чем закончится бой на горе лт шик смогут ли они пробить пробиться и захватить эту базу наверху так ну что у нас у нас тут один есть нюанс такой неприятный что птшка не хорошая такая птшка взяла и очень важно чтобы наверху не было ни легких ни средних танков это очень важно реально поэтому от того как сыграет лт наверху именно от этого будет по большому счету так ну смотрите у нас лтшки все на месте вернее одна на месте одна у нас к сожалению была расстреляна и и что мы делаем наши товарищи вместо того чтобы немножечко пустить смотрите кто у нас в гостях м x ну и чо мы там будем ехать или чо наверно тут просто заборчик тут просто заборчик вот он тоже тут на заборчике это очень хорошо конечно но по идее по идее там тоже заборчик нет там строение уже вот ну что давайте будем тяжи по идее должны отступать если они будут отступать то мы будем мочить этих тяжей уже вражеских но как правило они там бодаются бодаются непонятно зачем непонятно вообще так сейчас очень важно нам пройти ага сбили пупу пупу пум на рта уже сводится а вот сейчас свет должен уйти сверху обязан он уйти сверху и ну круто конечно все нормально да еще и скорпион там где-то стоит молодец скорпион молодец тут вопросов нет вообще вот это чех чихуахуа вот это наверху где она там лт она сверху должна уйти сделала дело и гуляю смело но нет он будет стоять там до последнего вместо того чтобы пойти на базу и закрутить на ступятку и забрать просто напросто ее не тот человек интересно пройти мы здесь сможем ай-яй-яй-яй-яй-яй как это неприятно тут ну вроде бы пока проехали а что будет дальше не знаю посмотрим сейчас у нас же там две неприятные арты да да я знаю иди отсюда я не понимаю вот этих дебилов на вали ехай давай все начали он захватил он взял все дальше не его дело дальше он должен заниматься светом не я должен высвечивать хорошо бы туда подойти блин но ну и где наш свет вот он да елки зеленые то он отъезжает то он не отъезжает ненавижу таких олень оленей просто ненавижу честно и очень жаль что я в команде с этим оленем нет конечно хорошо что он взял базу но извините гору я имею ввиду он взял извините так дела не делаются кроме того что ты взял гору ты должен светить желательно всю игру где он-то ехай туда давай давай товарищ давай давай там же арты у нас везде две арты там еще что за чудак на букву м так ну что сможем здесь светануть чуть-чуть не а мне нечем светануть не это чудо будет до конца здесь сидеть пока пока сзади не подъедет этот а тут еще арты сейчас так все ноль по нулям я бы поставил единицу этому написать четверки конечно ребят если вы берете себе светляка светите делайте максимально что вы можете что может этот танк что за хрень если вы взяли не ту технику и вы должны убрать эту технику вот либо ехать и подсвечивать на маля 48 давайте так и сделаем заходим вот сюда кто-то ее не качает кто-то в смысле кто-то ее давным-давно уже выкачал кому-то она стала абсолютно не актуальной но вы знаете мне эта техника заходит реально на ура а значит у нее гигантское количество народу так что здесь у нас можем ли мы сделать наверное можем да давайте попробуем высадим здесь экипаж и посадим этот экипаж тоже а наверное не хватит места не хватило так лучший экипаж давайте попробуем сюда снарядили у нас получится а ну вот это и есть лучший экипаж странно но высадим и посадим сюда тогда давайте нашего какого-нибудь должен не должен не не хочу ладно высаживаем казарму и садим сюда товарища который был он нет лучший экипаж ну да скорее всего он и так хорошо и здесь мы тоже самое поставим лучший экипаж но естественно это будет тот который здесь и был и так мы идем значит в в аймикс айси 48 восьмого уровня птэха как вы видите средний урон за бой у нее 400 единиц то есть это значит что от 300 наверное от 350 до 300 до 500 можно видеть значение при выстреле бронепробитие очень хорошее 257 это тоже средняя соответственно от 192 до 322 это при том что у меня не полный не стопроцентный экипаж вот вот как вы видите всего лишь тысячу 825 среднего урона в минуту так решил сеть не ставить нафиг она здесь не не всрала все равно вещь здоровенная давайте посмотрим все ну конечно 291 незаметность о чем тут можно говорить скорость мне тоже у нее нравится она 50 км в час максималка довольно прилично так удильная мощность 1665 на 69 на тонну так поставил я вентилятор ну не знаю я насчет вентилятора скорее всего надо было поставить там просветленку какую-нибудь можно было еще что-нибудь там насувать так ну давайте посмотрим что у нас здесь просветленка ну как вариант как вариант и усиленные приводы наводки они ну давайте короче поедем посмотрим как она у нас танкует как она воюет и сколько она выносит серебра за бой давайте что к чему и так неплохая карта неплохая позиция сразу мы аааа аааа позиция будет с другой стороны у нас наверное если никакой товарищ не не будет опять вставлять палки в колеса давайте посмотрим будет дальше итак карта аэродром стандартный бой ааа сейчас что я делаю перехожу на другой фланг то есть здесь я никогда в принципе не стоял и не стою именно потому как в основном птшные и вернее тяжелые танки противника всегда идут именно с той стороны заходят именно с той стороны через то ущелье после обновления там немножко карту изменили и сделали щель через которую всех надо лупить меньше уже но несмотря на это эээ все таки можно сейчас я туда приеду если никто туда до меня не приедет давайте попробуем для начала доехать итак только не говори что ты блин будешь здесь стоять вот товарищ сразу видно что товарищ ничего не понимает в этой теме стал он как идиот и сейчас благо одна арта одна мы постоим хотя после первого выстрела его сразу будет видно надо отсюда отойти и арта может быть уже здесь это может быть абсолютно неприятно так надеюсь что он сейчас тоже свалит отсюда прекрасно свалил и замечательно ты здесь нафиг не нужен итак вот примерно такая позиция и с этой позиции никто шиньки нет не буду стрелять уж слишком велика вероятность промаха ну прекрасно что свалил это вообще замечательно очень хорошо наша задача сейчас остается просто сидеть и ждать что мы собственно говоря и будем делать и вот в это вот место именно вот сюда именно вот как вы видите вот в это место здесь они или сами будут проходить ух ты такая красивая была картина ну почему почему надо немножечко отойти конечно опасно опасно здесь стоять ах ты елки зеленые ладно вот тут стоит ладно так ну я смотрю тяжи нет тяжи почему то там ничего не делают хотя там такие тяжи так давайте сделаем пока перезарядку организма нашего барабана и подождем у нас один свет всего лишь он стоит не знаю где а тут еще и арта им помогает и больше никто наша арта почему то как то вот только сейчас пульнула туда один разок и все у них тяж идет справа с их стороны вправо так ну что мы загрузили бои боеприпасы ну давайте смотреть появился лев ой а че это у нас тут такое это очень 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 хорошо стой 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 ну лев пожалуйста стой о ну сейчас он уже должен а он воспользовался ремкой это неприятно так так здесь мы сейчас должны свестись уже к тому моменту а куда ты мать твою так мне это что то не нравится здесь уже стоять что то никто не едет какой то принц там вылез ну ладно сейчас поедем по другому надеюсь меня здесь особо никто не ждет но это должен конечно решать свет давайте посмотрим что у нас может к чему быть по идее мы льва должны забрать если он будет ух ты как да вы что да вы что да вы что ребятки это ужасно там ситуэйшн просто жесть там кого только нет и скорпион и борщ а наши где то непонятно вообще там чего они там делают вот сейчас у меня поджимает и совершенно не хочется мне стоять на месте и что то там ждать ожидать выжидать ну где где свет еще конечно хреново что я не знаю кто меня тут светит в том плане вообще когда светят меня тоже я не знаю потому как просто не вижу тупо и не слышу и очень неприятно вот они очень неприятен один момент когда и надо постоять на этом месте и подождать пока что то изменится в лучшую сторону что то я подумал что там никого нету там оказалась целая куча противника причем такого противника который сразу ах ты елки зеленые а я еще не знаю блин засветил он меня или нет ай 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 заберемся заберемся да вот так забрал да что ж ты ну это сразу понятно что кто увидел где свет кто-нибудь кто-нибудь давай ну кто-нибудь ни один ни второй никакой реакции что у нас здесь что у нас здесь того мы не видим здесь тоже никого не видим ну что ждем только остается нам ждать из тысячи блин как знает ха ха там же еще и арта но лев же здесь стоит где-то ой ой как мне это не нравится если честно сейчас вылазить так в камешек отлично отлично в камешек все в камешек и лев конечно же там у нас появился тут же моментально вообще я недоволен этими товарищами которые там стоят за этим углом так что у нас здесь надо нам восстановить само восстановится нет это не восстанавливается в общем опять осталось здесь процентов от того что было минуту назад вот а я понимаю блин твою дивизию орудие заряжено обнаружен достойник отрями какая-то жесть получается ну и что туда сейчас едешь он должен вообще льва на себя вытягивать ой факт того что я сейчас здесь приму плюшек да отвали ты отвали орудие готовы к стрельбе ух ты как интересно и он сейчас на меня не захотел да ну ладно какое-то невезение сейчас вот идет четко ну хоть кто-нибудь и так слушаю вот смотрите я сейчас нажимаю на кнопочку перезарядки и появляется на долгое время там секунд на пять противник вот смотрите делай раз ну подожду 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 странно что я не пробил наверно в маску попал 152 у никогда я так долго вот не не стоял вот не люблю стоять так долго на одном месте это просто сейчас меня это просто убивает так кто у нас там остался борщиковский остался ну и борщец у нас дем то там же справа стоит арта есть так тот ушел ясно делаю перезарядку отвратительный бой в моем случае но куда деваться кроме того что на бите еще важно победил или нет возможно останусь жив но давайте посмотрим что здесь случится но меня хорошо конечно обстреляли все кто мог вот давайте посмотрим кто у нас там на свет свет у нас на 49 процентов 7000 боев наверное какой-то ребеночек маленький мальчик какой-нибудь там или девочка наверное которые которому не нужно это еще ничего не интересно и свет не его и задача не его просто порулить интересное так ну что родной вроде как где ну а свет то где но посвятите кто-нибудь но не за что да не за вот не за что да а никто пойдет никого ж нету ну и очень хреновая позиция тут вообще ни черта не видно ну давай выходи поддонов давай иди в жопу он мне как раз нанес я насколько я помню а не пробита извини дорогой ты же меня не пробил тогда так ну последний остался у нас у них так ну что вроде бой закончен конечно настрелял я фигню но надеюсь что меня не уничтожили вот он нехороший человек редиска на еще разок может быть ну и ладно ах ну и хорошо давайте продолжим на этом танке сделаем еще один гейм я одну сыграю посмотрим как оно будет параллельно посмотрим КТ интересного есть вообще так мне еще важно выйти на фоша вот Вот, так, ну что, всего лишь 900, хотя там было написано 300, ну вот 920, ну ладно, что же делать. Так, ну что, минус 17, здесь у нас автопополнение, бойкомплекта, ну я не знаю, может быть что-то горело. Я не помню, горел я, нет? Не совсем, я помню. О, прекрасно, вот эта карта хорошая, вот какое дело тут, понимаешь, карта Вестфиль, насколько она мне интересна, и интересна она мне именно тем, что здесь большая, она действительно в плане интересная. Во-первых, она зеленая, и зелень она тоже придает особый кайф, вот, во-вторых, она с горной местностью, рельеф достаточно серьезный, тоже приятно. Ну и посмотрим, правда мест здесь не очень много для того, чтобы хорошо базироваться, вот в частности на этой ПТшке, но посмотрим, так, 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 смотрим дальше. А предпочту стать вот там, вот с той стороны стану сейчас. Кстати, друзья мои, вот хочу приобрести еще два зона 120-го, один ФТ. На мой взгляд, очень интересный экземпляр, но вот пока никак я его еще не приобрел. Хотя, может быть, стоило бы приобрести его вместо револьвера. Ну, я решил приобрести все-таки револьвера, потому что геймплей тоже интересный. А, все-таки эта пушка косая у 120-ки. Так, ну что, смотрим. Что-нибудь сделаем, нет? Не, не пробьем никого. О, кого-то пробили даже. Ах ты, елки зеленые. Ну, может быть, кто-то там поможет. Не, ребятки. Не. Не, хотя он что-то стрельнул в озон. В озон еще и стреляют. Вот, ух ты. Хорошая позиция именно вот здесь вот. То есть, если тот не вылезет, Удмурт. А, там еще у нас и гриль, как интересно. Хорошо бы там кого-то иметь. Вообще-то. Ай, повылазили вот эти вот. Ну, что мы можем сделать? Не дают, не дают помочь. Так, этот ушел. Так, это не дают помочь. О, вы видели это? Это называется лаги. Итак. Ну что, смотрим дальше. Нам бы хорошо вот здесь все-таки подсветить кого-то. 120-е выбирает ту же позицию, что и у меня. Итак, что можно сказать? Бам-барам-барам-барам-барам. Тут есть один нюансик интересный. Можно было, конечно, рвануть, рыпнуться, но пока не будем. Давайте подождем немножечко еще. Так, я думаю, что можно пройти немножечко вперед даже. Это было бы... Кто, 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 кто идет? Вот тоже у них странный свет, да? Обратите внимание, стоит где-то непонятно где, непонятно зачем. Что он там делает? Это не наше дело. Чем меньше он будет ближе к нам подходить, тем для нас лучше. Ну, он пошел сейчас будет помогать забирать. Так, ладно, хорошо. Пока он там, надо... Хотя, может быть, с другой стороны давайте сделаем перезарядку. И я считаю, что свет, конечно же, должен идти дальше. А мы... Вот, смотрите, какой у нас хороший вариант. Образец. 1800. Это хорошо. Убирайте его, убирайте его. Нам здесь... Вот он абсолютно не нужен. Орудие готовы к стрельбе. По-моему, все. Забрали они его. У нас еще четыре тяжа у них, вернее. И вот здесь интересно... Нам интересно здесь немножечко свестись. Нехорошо. Неприятно очень, что вот это вот светоподобное... Зачем стоит так? Вот он должен светить. В первую очередь он должен светить, а не просто там стоять рядом с нами. Он не светит. И в этом огромнейшая проблема. Вот он должен подсвечивать уже того тяжа. Вот если он не подсветит, как мы его будем стрелять? А там непонятно вообще в чем дело. То есть товарищ не... Подсвечивай. Ну подсвечивай же. Сейчас они пойдут и заберут просто нас элементарно. Идиотик. Как можно быть таким недоразвитым? А там что у нас? Гора? Хорошо, ладно. Гора так гора. Сейчас переобуемся чуть-чуть. Два тяжа. Опять же, у них там света два. И два света ни черта не делают. Просто ничего не делают. Вот нафига нужен такой свет? Абсолютно неадекватные личности, честно говоря. Так, и последний у нас где-то здесь, в районе. Поехали искать. В общем, на этом мы закончим играть на этом замечательном танке. Действительно он интересный, но разминаться надо и на других. Мы же сегодня играем именно на французах. Так, ну что, вот он наш хороший, дорогой товарищ. Надеюсь, дайте нам что-то... Ну, конечно, конечно, арта вдруг, вот когда мажет, а тут сразу моментально попало. Вот прям, арта прям вообще класс. Так, все, на этом заканчиваем на этом. Снимался с какой-нибудь там седьмым уровнем. Ну, давайте посмотрим, а здесь есть. ПТ попадаем в город, просто отвратительно как-то. И неадекватно абсолютно. А, подождите, я забыл посмотреть, что у нас здесь вообще. Сколько там в минус мы ушли. Ага, в минус мы не ушли, и это уже хорошо. Итак, ну давайте, что ли... Какие-то танки не совсем интересны. Ну, давайте начнем, хорошо, с револьвера. Давайте начнем и посмотрим, что у нас получится. Ну, когда будут пески? Ну, дайте нам пески. Мои любимые пески. С песками гораздо интереснее играть. А по-другому как-то... 87-24, у него что там, три игры всего лишь? Давайте, давайте посмотрим. 52 тысячи боев. Ну, давай, 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 родной. 52 тысячи боев, у него 54 процента. 8-87-24. Дормально так. Я надеюсь, я недалеко пропал здесь, да? Немножечко отошел от монитора, от... Экрана. Так, ну давайте, сейчас пойдем направо, наверное. Как вы видите, играем с десятками. То есть револьвер спокойно играет с десятками, но, конечно, десятки можно пробивать в бочину элементарно, если в бочину у нас не идет. Ну, в смысле, если мы хотим пробить в лобешник куда-нибудь, то нужно в НЛД лупить, допустим, под калиберами. Ну, сейчас будем смотреть. Как правило, здесь тяжей бывает не так много, но посмотрим. Все-таки девятки-десятки. В игре у нас по три тяжа с разных сторон, с обеих сторон. Смотрим. Чем мне нравится все-таки вот эта вот техника, револьвер, именно тем, что он высокий, и это иногда действительно хорошо даже. Потому что... Аух-тых-тых-тых-тых! Именно хорошо иногда тем, что можно просто свешиться, светиться и лупануть. Там, где, допустим, тот же самый борщ не сможет пробить или стерва, мы всегда сможем, потому что мы выше. Но нас точно так же легко пробить. Опять в гору попал. Ну и где свет? А здесь стоять, конечно, не рекомендуется нормальным людям. Орудие готово к прерве. Потому что вот там где-то стоит у нас коллега-револьвер. А, вон он. Значит, плохо стоим, неправильно стоим мы. Давайте попробуем. А, вот что-то я ждал, ждал и дождал. Так, где-то он был. Вот он. Вполне попал. Давайте еще разочек попробуем. Вот это основная задача именно для света, чтобы свет реально... Ну, конечно, не пробил. Как же так? Вот он, товарищи, вот он. Как можно было его взять и... И не пробить. Ну, его уже здесь нет, он уже идет... С той стороны, ну, фиг его знает. Нужен свет, света нет. Что за фигня? Может, все-таки, это... Сгоняешь? Ладно, торопиться не будем. Потому что там... Куча народу... Ну, куда ты лезешь? Очень важно вот этого чуть-чуть прибрать. И мне очень неприятно, очень неприятно, вы знаете, Без према практически очень часто идет вот этот рикошет. Без према просто нереально играть. С премиумом аккаунтом рикошетов, как правило, не бывает. Не знаю, с чем это связано. Ну, как, знаю конкретно, что сказал, с чем связано. В общем, какая-то ерунда полная. Так, сейчас товарищи пойдут здесь, а мне бы не хотелось их встречать. Ой, что ж я пошел в такую эту... Будем валить. Ну вот, Е50 расстроен. Я его понимаю. Конечно же, он думал, что ему будет помощь полная. Но я же не пойду ему помогать, если со всех сторон там лупят. Итак, стоим, ждем дальше. Как мы видим, на той стороне у нас Т-10 стоит. Че стоит, непонятно. Зачем стоит, тоже непонятно. Вообще, вроде там никто и не был замечен, но почему-то он там стоит, и ему по барабану. Ну, раз никто не был замечен, в этом случае, наверное, придется мне именно туда тогда и идти. Либо можно постоять вот здесь, потому что там куча народа, все-таки вражеского, и они уже подобрались именно туда. Да, хреново, хреново. И сейчас они еще с этой стороны пойдут. В общем, опять мы попали. А у меня как раз еще ни одного. Никого не пробил даже. Даже чуточку. Так, так, так. И че, можно что-то здесь сделать? Нет? Вот он. Видите как? А вот Т-100 уже здесь. И он сейчас будет... Ну, блин, ну посмотри сюда, ну стерва, ну что ты делаешь? Не будь идиотом, отвали. Ну и все, сейчас меняю ЛТ-100. Как? Опять дурацкий этот. Интересно, Т-10 поможет мне или нет? Орудие заряжено. Думаю, нет. Орудие заряжено. Поведи угусь внизу. Ну выйди, помоги, ну. Орудие готово к стрельбе. Ну, арта у них работает нормально. Это весьма не дурно. Орудие готовы. Так, сейчас здесь будет... Ах ты, елки, действительно. Все, хана, хана. Конечно, конечно. Ну а как же, конечно. Все понятно. Еще и арта. Я не понимаю, почему самые вот все эти косые тупо арты в самом конце, вот, когда надо добить танк, они попадают вот четко в десятку. Вот я не понимаю этого. Вольер при хорошей команде. При игре, конечно, он в игре ломший. И набивает он хорошо. При дурной команде ни о чем. Дорогие снаряды. Пробиваемость невысокая. Если ты, например, вышивая уровня. Допустим, вот сейчас это будет интересно. Но нужно понимать, что чем парадокс именно весь в том, что если вы играете с противником, который ниже вас уровнем, он быстрее вас. Если же вы играете с противником, соответственно, он мощнее вас. И вы просто будете попадать ему в гуслю куда-нибудь. И, ну, короче, сам рандом, чтобы я премиум нырял. Но у меня особо такого желания нет. И я стараюсь не пользоваться этим. Ну, посмотрим, посмотрим. Итак. Каша-малаша. Я пойду здесь налево. Орудие готово к стрельфе. Одно радует, что я сейчас в топе. Вот этот КВ-2 хороший. Интересный по стилю, да? Прикольный такой. Скажи. Итак, едем. Ждем льва. Ну, льва, конечно, ждать мы не будем. Потому что у нас скорость не такая уж великая по сравнению со львом. Если у него там максималка 35, наверное, да, то у нас всего лишь там 40. Сейчас попробуем. Подзаработать себе серебришко. Итак, как мы видим, гору заняли. Хелкат непонятно, что там стоит. Куча народа сразу заехала. Т-29 стоит. Опять же, просто стоит. Что-то ждет. Непонятно, что за игроки у нас в нашей команде. И все. Сейчас они заберут просто гору. И потом всех нас просто подрастреляют. И все. И это, конечно, очень неприятно, что с такими игроками приходится играть. Реально неприятно. Итак, ну что. Здесь нам важно не попасть под арты. Потому что их три штуки. И сейчас мы попробуем... Ой. Как это быстро все, а? Неприятно. Да не мешай ты, отвали отсюда. Сейчас попробуем с другой стороны подлезть и там пульнуть. Но в любом случае, раз гору мы просрали... А гору мы практически... Хотя, смотрите, наверстывают. Итак, что мы видим? Ну, хоть бы подсветили что-нибудь. Че ждем? Блин, так не хочется просирать. Но, походу, придется. Давайте стрельнем вот в этого. И правильно, что боитесь. Орудие заряжено. А кто-нибудь поможет мне? Ну, мне просто интересно. А, лев решил здесь выйти. Просто решил забрать танк и все. Ну, помогать-то вообще нужно, ребятки. Помогать. Вот им помогают. Нам нет. Ну, вот примерно так. А те два дебила, которые вот стоят... Вот там вот из ущелья что-то там... Выпукивают свои вот эти два дебила. Тридцатка и А-43. Ну, это откровенные дебилы. Все, закончили с этим револьвером. И с этими дебилами побыстрее хочется от них связать. Идем дальше. Дебилы-то слишком... Как-то грубо, наверное. Вы тупые, просто. Тупые товарищи. Тупицы. Так, поехали на стопятки. Сегодня у меня просто настроение такое вылезти. Но если вы видите, что вылезает топ, чего вы ждете где-то в кустах? Вот. Классное было выражение раньше. Кустодроты. Сидят, подрачивают себя друг друга там, в жопень. Ну, так же, ребят, не делается. Если вы что-то делаете, ну, поддерживаете. Чего стоять, смотреть, как лупят вашего топа. Странно. Поэтому всегда... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Та же карта, но с другой стороны. Прикольно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шутки рандома. Так, сейчас я в центре списка. Ну, и давайте будем смотреть. Кстати, можно было бы, конечно, если бы было куда отступать на револьвере, если бы можно было куда отступать, было бы куда отступать. А то он пятится, а его никто не лупит. Вот в чем. Вот нормальный человек на Т-10 правильно пишет. Один к центру. Лупите. У нас три ЛТ-шки. Блин, немножко подвязает компьютер. А вот три ЛТ-шки. Ну, куда тебя несет? Чук-ча, блин. Ну, что ты делаешь? Идиот тупорылый, блин. Блин, у нас левостороннее движение, что ли? Вообще, что ли? Итак, оба молодцы. Но почему, блин, просрали 71-го? Мочите. Это самое основное. Когда на этой карте начинается бой, самое основное, дать возможность не пробить гору. Итак, давай, родной. Ну, конечно, топовый. А что топовый-то? А, топовый? Ну, топовый, ладно, хорошо. Так. Он сейчас заедет, и мы заправим. Так, ну, все. Орудие заряжено. Ну, все. Итак, у нас одного забрали, а у него... ...почему бы не поехать свету? Свет должен всегда идти вперед. Здесь немножко ребятки страдают идиотизмом. Свет всегда должен идти вперед, чтобы было куда стрелять. Именно от них зависит победа. То, что они стоят близко к нам, дает противнику возможность занять качественные, правильные локации. И мы не сможем ничего сделать в этом случае. Если же они не стояли бы на месте, а передвигались бы, как положено, нормальным ЛТшкам, то противники просто были бы в движении в тот момент, когда мы их увидели бы. И вот это очень важно. Важно понимать, что я стою не там, где нужно. Блин, твою дивизию. Опять, вот 49-ка. Вот кому он там светит? Вот что он там делает? Почему такие вот тупенькие-то? Ну иди свети, ну почему не посветить? Да, жесть. Не, ну в любой игре, конечно, просто не нужно ни на кого рассчитывать, если вы играете, если вы умеете, хотите играть нормально, достойно. И нужно играть только со взводом. Только со взводом. И больше никого. Со своим взводом. Рассчитывать на вот этих вот товарищей, которые там светят, ну совершенно не рекомендую, потому что они, как правило, им по три года там, они ни черта не знают, ни черта не умеют, да им оно особо не нужно, им лишь бы там поражать, да и поиграть. Ну что, где? Где ты? Вот он ты, но ты далеко. Ну и толку ты здесь стоишь? Поехали отсюда. Первым делом ЛТ должен занимать базу противника. Должен высвечивать врага в момент движения. Только тогда будем сразу выигрывать. А сейчас это нет. Ну, сейчас, конечно, выигрываем, но не за счет ЛТ. И опять же меня несет вперед. Хочется дать залп по 49-ке. Ну, бесполезно, потому что штука абсолютно. Просто тупо бесполезно, бесполезно я. Так, а я вообще могу попасть? О, какие молодцы! Вот так надо. У нас что там? Еще где-то 159-й, насколько я помню. Ну и что у нас здесь? Что у нас тут? Ага. Главное оказаться в правильном месте в правильное время. Ха-ха! Ну и что мы? Где? Где главный вредитель? Да. Ну, 49-ка он, видите, он вообще обосрался там, сидит. Просто тупо обосранный. И все, никому не нужный. А все почему? Потому что он действительно никому не нужный. Дело в том, что танк 49, Т49, это ну, полное Г. Это вообще не танк. Это какая-то тележка, которая носит пушку. Все. Больше это ничего. Видите, он, ну, тупенький. Абсолютно тупенький вариант. Так, ну что, поехали. У нас осталось три танка, и все они сгруппированы именно вот в этом месте. Давайте попробуем остаться в живых хотя бы. Ух ты, как мы не пробили-то, а? Ага, и нас тоже. И этим мне нравится этот танк. Действительно классный. Так, ну что, мы сможем, нет? Не сможем, понятно. Ну и что, поехали, не? Что мы ждем-то? Давай еще. Поставим его на гуслю, и все. Да все тебе хана. Вешайся. Мы еще можем даже вот так вот сделать. Ну и какая сволочь это сделала. Да. Классный танк, без вопросов, 49 чмо. Так и передайте этому... А, ну хотя тут, наверное, можно есть чмо. Просто, да, бесполезное говно кота, бесполезно реально, и оно никому не нужно, никому не приносит никакой... У меня чистый М34. пам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам вот хочу вот это сделать и потом хочу взять второй уровень, чисто поржать ой, вот это вот за это я благодарю вот за это я просто благодарю, рандом ребят Эль Халуф это самая любимая моя карта самая кайфовая самая офигенная давайте сейчас попробуем ну что за бредятина ой, 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 ой у нас сейчас может быть именно благодаря этой карте я и купил собственно говоря этот танк, очень кайфовый просто кайф неземной и так конечно здесь хорошо играть не только на этом, но посмотрите какой он красивый посмотрите какой он офигенный танк, реально и так не успели мы и на начало может быть и успели сейчас я буду в свете уже хорошо, что не буду так, очень важно сбивать гуслю очень важно если вы не сбиваете гуслю противнику все, считайте, что он ушел если у него есть такая возможность 13.90 что ты там делаешь вот нафига ты там стоишь просто непонятно что он там делает так тоже неплохой вариант гусля очень важна вот 54 облегченный вот эта вещь это я понимаю но поехали ах ты, ёлки О, черт Это было интересно, но Немножко глуповато Да, давайте поедем дальше Обычно я так делаю на других танках Они тут спокойно Очень классная у 105 Просто кайф Ну и пушка Очень классная А маскировка, это же вообще здорово Давайте сейчас возьмем второй уровень И пойдем Сегодня купил, вот чисто поржать Посмотрел какой-то видос Какого-то товарища Который рекомендовал новичкам Ну и выбрал для себя Вот этот танк, действительно интересный Но он действительно интересный В плане того, что он, во-первых Быстро идет, во-вторых Совершенно не чувствуется, что это Второй уровень, в том плане Как он идет, он мощно идет Металлический Реально какой-то Именно металлический Раз, раз, раз Но здесь не совсем так карта Хотя у нас пять Интересно, интересно Максималка четвертый уровень Ну хорошо Одна арта Тоже неплохо Давайте посмотрим, что из этого получится Из этой игры Просто немножечко повеселить Себя Потому что Рандом именно Восьмого уровня Он предполагает Серьезность игры А вот это Можно немножко побаловаться Реально красивый Ну как Своеобразный Ну и веселый танчик Так, у нас Наших коллег Аж три Таких же, как я Ну у меня Пятидесяти процентный Экипаж Абсолютно он Не предназначен Для подобных вылазок Ну посмотрим Так, давайте попробуем Вот здесь пойти И вот сюда Ай-яй-яй Ну и че Ну давай Ну куда ты Куда ты, родной Мне же нужна Ох, как надо ездить Ну что ж такое Ой А меня могут здесь Я ж, наверное Меня ж, наверное Могут прям Сзять И уничтожить Сразу Вот так вот Ой Кто-то там Стоит Небось И палит Ну и Ау Ой Он мне еще Движок сломал Сразу Ну и че Мы смотрим Хм Молоток Молоток Ну молоток же Пулеметчик Ни фига Не пробиваю Ой 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 Немножко Я просто Не пробиваю Его И надо Отсюда валить Если честно Да, я все понимаю Но извини, родной Не могу Не могу Ничем Не могу Тебе помочь Единственное Что я могу Пожалуй Встать Вот где-то Здесь Быстрый Классный Танк Ха Ну ржачный Дай Назад 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 Отойди Отойди Да куда ты Ну че ты лезешь Отойди Назад Все Хана ему Назад Отойди Там Стой Да Отойди Назад Он явно Не хочет Быть живым Ой Это тоже Плохо Главное Главное Посмотрите Что делает Так Надо же Видеть Куда Сваливать А я Слепой Я вообще Ни черта Не вижу Здесь Ау Это я Так Сразу Чтобы Сваливать Бегать 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 Быстро Перезаряд 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 Идет полная 8 секунд А Ну в моем Случае 10 секунд Ну и Реально Крутая Штука Мочит Мочит Вещи Чисто Так Ну что Хорошо бы Отсюда Свалить Потому что Вот это Ожидалово Оно Меня бесит Ой Мы свалим Нет Не нравится Мне такая Все Все Они там Всех Сожрали Наших Офигеть Я еще Никого Там И не Пробил Реально Рыжачно Ну и где Где Кто Че Едем Не Просто Ха Ха Орудие Заряд И Че Ой Вон он Стоит Нехороший Человек Так А что У нас Сзади Делается Собственно Говоря Ну и где Где он Блин А что Что сзади 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 Тоже Полная Ой Как Ой Как нехорошо Как нехорошо Че Мы стоим Здесь Круто Че Стоим Ждем Да Молодец Стоит И ждет Вообще Классно Орудие Да Хорош Тебе Че Ты Ждешь Ну Вот Че Ты Ждешь Чукча Фух Вот на этом Круизере Второго Можно было Элементарно Замочить Его Все Блин Хрен Но Ва Моя Вещь Прикольная А вот Того Дебила Надо ему Не Молодец Конечно Двух Замочил Блин Но Позорно Стоять Так Просто Позорно Так Стоять Итак Давайте Еще разочек И надо Будет Уже Закругляться 15 Минут Ночи Солнце Давно Но Вы-то Можете Смотреть Это Видео В любой День В любое Время Давайте Еще Разочек Еще Разочек Ну что Кому Нравится Такой Танчик Единственный Минус Единственный Минус Это То Что Не Всех Пробивает Хотя Хотя Конечно Жон И не Должен Пробивать Однако У меня Здесь Заряд По-моему Заряженный Какие там У него Я не помню Какие у него Снарядики Вот Но то Что касается А я Еще не вижу Ничего Что ты Меня приглашаешь Уже Вот Но У меня Есть Прим 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 Снарядики Вот Калиберный Аж 40 Штук Ммм Какая Лапа Итак Не Не буду я Никому Там Это Идти Спасибо Не надо Поехали И Поедем Мы Вниз Здесь Уже Мы Были Сегодня И Мы Поедем Вниз Класс Скорость 88 Километров Да Вы Гоните И Вот Действительно Когда он Едет Его Не кидает Там Особо Знаете Действительно Класс Ну Посмотрим Как вы Ребята Тут Ух Ты Оу Это Меня Занесло Немножко Компьютер Дал Жару Так Кто-то К нам Уже Едет Причем Такой Серьезный Твою Дивизию Это Не Очень Хорошо Это Совсем Не Хорошо И Главное Что Кто-то Поможет Нет Или Мы Здесь Двоем Будем Вот Это Ладно Можно И Так Ого Эй Эй Так Ну Надо Понимать Что Наверху Один Сидит Ты Понимаешь Едешь Не 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 О Там Даже Два Очень Плохо То Что Я К Нему Боком Отвали Нам Нужна Помощь Вот Как Раз Этого Товарища Пока Перезарядку Сделаем Он Зараза Он Один Ушел Орудие Заряжено Ух Вы посмотрите, что делают Ну конечно, конечно, там еще и арта Но в целом и интересно Интересный геймплей Ну так, немножко, вы видите, счет 3.9 Идем дальше И давайте посмотрим Да И на чем мы еще сыграем Конечно же мы сейчас еще сыграем Значит на Скорпиончики А давайте пока вот так же повеселимся На Тайпе 64 Если будет веселая, конечно, игра Карта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, здесь у нас тихий берег И посмотрим Что мы сможем сделать здесь на светляке Давайте прокатимся сразу В левый верхний угол Кстати, леопардик тоже прикольный Вот этот А чем мне интересно Это Я хотел сказать ПТ-шка Но у него дело в том, что башня ПТ-шечная А на самом деле он ЛТ-легкий танк Так вот Настолько шикарный вообще этот танчик По прямой он идет 70 с копейками Максималка, допустим, 72 75 Вот Но при этом Так, мне нужна помощь Алло Сейчас продолжим Ну Ах ты Даже не попал по нему Вы смотрите И сразу Сходу мне ломают Боеукладку Потрясающе Потрясающе Ну и что Будем как-то Помогать мне? Нет? Смотрите Ни одна живая душа сюда не смотрит Вот с таким народом играть Это, конечно, одно Неудовольствие Стоит Стадо И что делать не знает Хорошо Благо арты нет А почему такое стадо? Я не знаю Даже не знаю Вроде Дети должны Сейчас Спать Что мы делаем? Ой Ой-ой-ой Ну Можно Может быть его Ух ты Может быть стоит Все-таки мне помочь Ребятки, нет? Блин Да что ж такое Стоп-стоп-стоп Не сильно Кто там у нас? Блин Немного не хватило Конечно Я не понимаю Стоит Куча дебилов На тяжах Что там Что тут И никому Ничего И последний И последний Играю на Скорпионе Последний раз Играю на Скорпионе С Обычный Скорпион Так И так Смотрим Давайте Поиграем На вот этой штучке М56 Да Скорпион И посмотрим Как мы Сможем Реализовать себя На нем Это будет Последний бой Спасибо что Посмотрели Если Было интересно Если вы Увидели Какой-то танк У меня в ангаре Который вы бы Хотели погонять Посмотреть Как что Давайте Напишите В комментариях Погоняем И так Терпеть не могу Вот эту вот Заставку Футбольную Мне Так понравился Именно ангар В лесу Просто кайф А вот этим Вот Ненормально Себе чувствую Когда Смотрю Да Ну что Карта Интересная В принципе Ну а такая Спорная На мой взгляд Называется Рыбацкая Бухта Интересная Карта Но опять же Стояла В основном Все Нужно стоять И выцеливать Как-то так Хотя Вот эта ПТшка Она предполагает Все таки Такой Нагибучий Геймплей Когда ты Все таки Рвешь Но хотя Объекта 705 На ней Можно конечно Пробить Но в бочину В затылок Посмотрим Посмотрим И так Давайте будем Выбирать Место Где мы будем Стоять На этот раз Скорее всего Будет Вот здесь Вот с правой стороны И будем Выжидать Пока Наш Свет Которого Два Сегодня Из которых 13.75 Так Спасибо Так Давайте Подождем Пока все Проедут А то Дело в том Что Этот танк Не хватает Мощности Компа А вот Потому что Вот этот танк Он просто Ну его даже Легко Могут Я могу Просто О какой-то Другой танк Удариться О наш И элементарно Потерять Половину ХП Но зато Маленький Юркий Очень Симпатичный Танчик Давайте Давайте Посмотрим Что он Может Вот Так У нас Здесь Совсем Нет Возможности Нормально Играть Из-за Пинга 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 Пала Вообще Просто Комп Уже Не тянет На самом Деле Ну и Что мы Ждем Вот Что ждем То Свет Где Проблема Света Всегда В любой Игре Есть Проблема Света И только С качественным Взводом Может быть Нормальная Игра Взвод Я имею ввиду Света Даже Когда свет Там есть Потому что Вот реально Стали два дебила И стоят Че стоят Хрен его знает Зачем стоят Там Тоже Никому неизвестно Что-то хотят Выцелить Там Я понимаю Там есть интересная Нычка Где можно Все это сделать Интересно Вот так Обеспечьте Сначала Всем Нормальную Динамику И движение А после этого Занимайтесь Ерундой Своей Стойте Где хотите Но Нет Так Дадим Немножко Справа Потому что В основном Когда бьют По Кустам Это делают В основном По центру Кустам Бьют А мы Станем Справа Мелочь Но Приятно Так Проблема в том Конечно Что мы Все Зависят От света Если света Нет А с этими Тупыми игроками Света действительно Нет И скорее всего Не будет Но игроки Действительно Тупые Не просто Я так их Называю Потому что Оскорбляю Нет А потому что Просто Они реально Тупые Потому что Так вот Тупить Ну это Тупость Тупость Тупая В общем Если ты взял ЛТ Будь любезен Делать То что Нужно Реально На ЛТ Если ты взял Скорпиона Стой на месте И фигач Очень хороший Скорпиончик Очень приятный Дайте я Врежу Вот этому Идиоту Вот просто Так Вот ради Вот Чисто Оторвусь На нем Немножечко Хотя это Товарищ Может Нет Нет Он будет Там стоять Отлично Сработали Забрали Что там Забрали 13 Наверное 75 Тоже Так И Немножечко Неудачно Я стою Здесь Не надо Забывать Что там Скорпион Жи Стоит А наш Свет Тупит Вот просто Около стен Стоит Че он там Стоит Никому Не понятно Но он там Стоит Вот Типа Есть Не очень Приятно Поворачивается Пушка Сама Типа Башня Да У этого Танчика Как-то Вяло И неохота И очень Громадный Разброс Идет Вот Но при этом Когда пушка Сведена Очень хорошо Работает Пробивает Все что нужно Реально Очень важен Свет Если свет Говно То Извините Вы будете Проигрывать А два Дебила Стоят На месте Чего они Там Стоят Наверное Что-то Набивают Ну в смысле Не набивают Наверное Светят И так Вот у нас Появился Скорпиончик Наш Отлично Мы даже Его забрали Почти Ну совместными Усилиями Орудие Заряжено О Классно Меня еще И попалили О О О О О Я просто не знаю, как с этими идиотами Что им надо сказать, вот этим идиотам двум Ну, чтобы они хоть что-то делали Ну, уже все давным-давно уехали оттуда А эти два дегенерата стоят, ждут Ух ты! А, это вот эта гнида отомстила мне Ну да, что же еще ему делать-то? Давайте, наконец, еще раз ему врежем Но, к сожалению, на третий раз не хватит Орудие готово к стрельбе Так, ну ладно, в любом случае Надо как-то выходить Если свет не светит, значит, надо как-то все-таки нам Своими силами выходить Если тупицы там стоят, ну пусть стоят Что же делать? Неприятно, конечно, это очень неприятно Играть с такими дегенератами Ну, а зато, когда мы начнем уже побеждать Видите, он уже по мне лупит Он уже лупит по мне И это совсем неприятно Сзади там О, там вообще классно Классно вообще И что самое интересное Те два дебила так и стоят Да, сначала мы заберем его И надо нам вот этого еще Отлично, отлично, отлично Хорошо Остался один Неизвестно где Я бы, конечно, хотел был упонуть этого придурочного Но не получится На этом, друзья, закончим наш сегодняшний раунд Вроде было интересно Но очень важно, чтобы действительно чувствовать кайф от игры Нужно раз в неделю и четыре Ну или два раза в неделю и четыре И тогда это будет